Мероприятия, адресованные молодежи, в преддверии Дня Победы в Ирбите тоже не новость. Они уже стали традицией. Однако традиционная акция в этом году приобрела особый статус, так как стала частью проводимого по всей стране музыкально-патриотического марафона «За Россию». Всего 30 на всю Россию. Именно столько городов за прошедший месяц стали площадками марафона. И чтобы попасть в их число, Ирбиту пришлось выдержать настоящий конкурс. Но все удалось, тем более, что совпали и время, и место. Нынешняя молодежь, они как бы в своей сфере бегают, прыгают, а как бы патриотическое воспитание, и это все через акции, более интересные которые. Вот они ходят, смотрят, мы тоже им показываем личный пример, и они личному примеру могут вдохновиться. Думаю, это очень важный праздник, также поддержание духа боевого и в данный момент поддержка страны какая-либо. Ну для нас, вот для команды «Беркут» из Ирбитского гуманитарного колледжа это очень важно, потому что это наши сферы, мы в этом занимаемся и как бы глубоко в ней находимся. История, которую рассказывали нам ветераны, сегодня пытаются отменить, поставить под сомнение подвиг советского солдата, всего советского народа, который боролся с фашизмом. И задача нынешних поколений, наша с вами задача, отстоять право на историческую правду, отдать дань памяти и уважения тем, кто ценой собственной жизни защитил мир от фашизма. Желаю всем нам единства, здоровья, благополучия. Я хочу сказать, что защищать Россию, жить за Россию, это не только участвовать в военных действиях, в спецоперациях, но это и хорошо учиться, честно работать, вести здоровый образ жизни, чтобы, когда взрослеешь, становиться настоящим гражданином, гражданином нашей великой страны. И проведенные в рамках марафона церемонии награждения лишь подтвердили, что ирбичане к этому готовы. Более 50 детей-подростков в этот день были награждены значками комплекса ГТО. Подведены были и итоги муниципального этапа проекта «Будь здоров», в котором принимали участие почти все восьмиклассники ирбитских школ. Лидером оказалась команда «Вихрь» восьмой школы. Теперь эти ребята представят город и область в проекте окружного уровня. Для нас победа была очень важна, потому что мы вложили очень много туда труда, оставались в школе очень долго, и вообще нам очень помогала классная руководительница, поэтому победа для нас была важна. Да, мы заранее готовимся к соревнованиям в Березовском, потому что мы понимаем, что это большая ответственность как города, так и округа, и нашей любимой школы. Ну а музыкальным наполнением марафона стали молодежный проект «Время выбрало нас» и концерт рок-группы «Третьяковка». Если вспомнить нашу историю, сколько патриотических песен пелось людям, которые уходили на фронт, тех, кто их встречали, я думаю, это нормальная, неотъемлемая часть такой тяжелой ситуации. Конечно, можно. Я не умею прощать по дороге домой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!